Всем привет! Сегодня у нас 13 сентября 2019 года. Украина, город Кременчуг. Показываю новинку своей коллекции. Сорт американской селекции. Лэри Энн. Поздний сорт диплоида. Диплоидной сливы. Это первые сигналки у меня в этом году на одном деревце и на прививочке. Сейчас посмотрим, какие плоды. Довольно-таки крупные. Вот можно видеть. Сейчас я их оборву. Сделаю небольшой видеообзор по данному сорту. Сейчас сказать пока ничего не могу за него. Могу сказать, что он поздний. Что он красивый, товарный. Довольно-таки крупный он в руке. Можно видеть размер. И вкусный. Некоторые плоды поспели и упали. То я вам скажу, вкус у него офигенный. В переводе очень сладкий и очень сочный. То есть надо было его снять, наверное, еще неделю назад, когда я был тут. Ну, я решил, чтобы он доспел. Ну и некоторые плоды просто переспели. Вот такой вот имеет товарный вид данный сорт. Сейчас покажу еще прививку в дерево. Там тоже у меня они подсыпались чуть-чуть. Он тоже сыпется. Вот такой вот он. Сейчас пойдем глянем. Так, вот прививка в дерево делал. Этого сорта. Вот такие вот плоды тоже переспел. Данный сорт красавчик. Интересно посмотреть полное подношение при... На этой прививке они переспели. Я прям рву, они мягкие. Вот такой вот он. Имеет вид. Аккуратно рвать, чтобы не попадали. Они, конечно, пуши жалко. Вот такие бомбы. Сорт Ларен. Так, сейчас нарвем. Положим на веса. Посмотрим, какая цвета мякоть. Какой вкус. И более детально поговорим. Так, давайте посмотрим вес плодов сигнального подношения этого сорта. 100 грамм. 98. 93. 108. 104. 99. Да, как и заявлено, вес 100 грамм. Может быть, я нагрузил сильно. В этом году еще деревцо небольшое. 90-100 грамм. 100. Отлично. Вес меня очень радует. Так, сейчас посмотрим. Мякоть разрежем. Гляньте, какие красавцы в руке. Такая вот красота. Сорт диплоидной сливы Лареен. Дорогие друзья, ставьте лайк. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня снимать новые интересные ролики за разные сорта. Так, сейчас будем разрезать, смотреть. Так, более мягенькие плоды выбрал. Сок течет. Очень сочный этот сорт. Очень сладкий. Вот такая у него красивая мякоть. Плод можно срывать и уложить в темные помещения, будучи не таким мягким. И он может лежать около двух недель. Давайте посмотрим по соку. Блин, на веса капаю. Е-мое. Короче, сок в нем валом. Красота. Вот еще один. Такие вот плоды. Можно видеть диаметр его тоже. Грубо как тотчасан. Только он чуть-чуть крупнее тотчасана. Ой, тотчасан чуть крупнее Лареена. Там буквально на 20-30 грамм. Это вот переспевшие плоды, они текут. Нереально текут. Видно, что она спелая-спелая. Так, давайте попробуем вкус. Тут где-то еще зеленоватый будет. О, сейчас зеленоватый давайте разрежем. Чтобы место этот убрать, переспевший. На все руки. Вот такой вот. Так, давайте попробуем на вкус. Он вообще течет с него все. Блин, сладкий-сладкий. Острочка можно видеть. Успелых плодов, в принципе, отделяется. Но чуть мякоть на ней есть, остается. Сорт, не побоюсь этого слова. Просто тает во рту. Вот так вот, хоп, и все, и растаял. Уйма сахара. Очень приятный, глубокий, сливово-алычевый аромат. Вкус очень хороший. Мне понравился. Поздний тоже сорт. Очень классный. Вот рядышком. Баранголт. Я его только что снимал. Ой, Баранголт. Не Баранголт, а желтая фаска. Вот она по сравнению с Лориеном. Вот такая вот. Это желтая фаска. Ну, этот сорт Лориен мне понравился. Шикарный, вкусный, отличный. Обязательно сниму полное плодоношение. Когда он заплодоносит, может в следующем году. Хотя деревцо слабенькое. Может быть через годик. Я его обязательно покажу во всей красе. Как он должен висеть. Сколько его должно быть. Как он должен грузиться. Ну, меня эти порадовали сигналки. Деревцу 3 года развивается слабо. Какой подвой, не могу сказать. Не знаю. Или алыча, или может какой-то другой. Уже саженец покупался. Подвой не узнавал. Ну, а так в целом. Такой небольшой видеообзор. Кому понравилось видео. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Будем снимать. Много интересных видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.